МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Дело не закрыто. Найденного мертвым судью обвинили еще по двум статьям. Следствие продолжается. Кануло в бездну. Почему закрылся старейший ночной клуб Омска Атлантида? Танцполы других площадок свободны? Бьет, но сидеть не будет. Зачем изменили закон о домашнем насилии? И где в Омске готовы приютить женщин, пострадавших от мужей тиранов? Когда везет по-крупному, как выжить? После падения с пятого этажа выбраться зимой из таежной чащи и сквозного ранения в голову. Ну а начну с новости, которая на этой неделе лично меня шокировала. Хотя кто-то скажет, так ведь ничего удивительного. Увы. Новые казармы в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлом возводили без разрешения на строительство. Работу вели и без необходимой проектной документации. На нее попросту не было получено положительного заключения госэкспертизы. Нарушение нашли специалисты госстроенадзора во время проверки объектов. В суде ответчик управления заказчика капитального строительства Министерства обороны России, а именно это федеральное ведомство является заказчиком строительства, свою вину не признавало. Теперь им грозит штраф 50 тысяч рублей. К слову, уже несколько лет назад проведенная счетной палатой проверка выявила многочисленные нарушения в деятельности этого самого управления заказчика капитального строительства. Тогда речь шла и о многомиллиардном ущербе. Но я напомню, в июле 2015 года в 242-м учебном центре ВДВ уже произошла трагедия. Тогда при обрушении казармы погибли 24 человека, и еще 20 были ранены. Основной причиной случившегося назвали нарушение при строительстве и реконструкции здания. После этого Министерство обороны решило ликвидировать организацию. Добавлю также, что в феврале 2016 года строительство этих новых казарм в Омске проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу, а в декабре новый командующий воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков. Ну а в начале этой недели в Омске побывал глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он представил коллективу МВД по Омской области нового руководителя. Леониду Коломийцу 47 лет. Он родился в украинском городе Жашков. Начинал с оперуполномоченного, а последние 10 лет занимал различные руководящие должности в системе МВД. Назначение в Омск стало для Коломийца повышением по службе. До переезда в Сибирь он на протяжении трех лет был заместителем начальника МВД по Астраханской области. Число преступлений там за последние годы стабильность снижалась. Как сообщают наши источники в региональном главке, Коломийц еще до официального представления новому коллективу успел распорядиться сделать в своем кабинете ремонт. Новости криминального мира взбудоражили Омск. Погибшего судью Москаленко обвинили еще по двум статьям. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление, и в незаконном хранении оружия. Но помню, 14 января в парке трехсокретия Омска судью нашли повешенным. Следов борьбы судмедэксперты не обнаружили. Не было и предсмертной записки. Накануне Москаленко вызвали на судейскую коллегию, где должны были изменить меры пресечения по делу о взятке в 8 миллионов рублей на заключение под стражу. Следователи полагают, что именно бывший судья, рассматривавший уголовное дело Виктора Берга, и виновен в гибели бизнесмена. Определить новое обвинение уже мертвому судье, по сути, формальность, которая позволит расследовать дело об убийстве предпринимателя до конца. Дело же в отношении самого Москаленко могут закрыть по просьбе его родственников. Некоторые из них отказываются верить в версию самоубийства. Омский аэропорт едва не закрыли. На три месяца. Из-за 139 нарушений требований энергетической безопасности. Их специалисты Ростехнадзора обнаружили в здании аэровокзала. Правда, большую часть устранили буквально за несколько дней. При этом предприятие намерено побороться за национальную премию «Воздушные ворота России-2017». Отмечу, что в прошлом году услугами аэропорта воспользовались более 900 тысяч человек. Победители определят 8 февраля. В конкурсе оценивают в том числе и пропускную способность, и качество обслуживания клиентов, и транспортную безопасность. Вот только не учитывают маршрутную сеть полетов. А она в Омске, к слову, вновь изменилась. Так, в середине ноября из регионального центра начали летать самолеты в Красноярск. Однако уже в новом году перелеты отменили. Впрочем, новый рейс тоже открывали. Вот теперь омичи могут летать в Тюмень-Ханты-Мантиск три раза в неделю. А с прошлой недели без пересадок можно добраться и в Сочи. Вылеты один раз в семь дней. Ну а к лету также могут открыть прямые перелеты в Селехард и Новосибирск. И к другим темам. Куда канула Омская Атлантида и почему? Эти вопросы волнуют многих после того, как стало известно о закрытии старейшего в Омске ночного клуба. Здесь выступали поп и рок-звезды. На танцполе не было свободного места во время сетов модных диджеев. Другим клуб запомнился безудержными кутежами, танцами за гранью приличия и фривольными конкурсами. Так или иначе, место было культовым для Омска. Причинами его закрытия владельцы называют финансовые трудности. А публика говорит об устаревшем формате отдыха. Танцпол, бар и чиллаут. Клубиться, как принято было говорить раньше, теперь не модно. Так считает и наш корреспондент Елизавета Василевич. Атлантиду Амичи открыли в 2000 году. За 16 лет у ночного клуба менялись и аудитория, и программы. Но Атлантида неизменно оставалась непотопляемой в бурном океане клубной индустрии. Здесь закатывали костюмированные и пенные вечеринки, приличали публику конкурсами красоты и стриптиз-шоу. Многие запомнили клуб по проектам королей ринга и слабо, где посетители выполняли задания ведущих за деньги. Участвовала в них вместе со своими подругами и Екатерина. Молодая мама сегодня со смехом вспоминает, как 10 лет назад беззаботной студенткой зажигала на танцполе. Об Атлантиде довольно-таки приятные воспоминания. Студенческие годы, 18-20 лет. В принципе, это единственное место было, куда можно было с подружками сходить, развеяться, отвлечься, познакомиться, потанцевать. В Атлантиду приезжали звезды отечественной эстрады, нередко здесь устраивали рок-концерты. Перед входом в клуб в начале 2000-х выстраивались очереди, а охрана едва справлялась с наплывом посетителей. Допустим, из рок-групп в то время ездила группа Ария и Король и Шут, и больше никого не существовало. Поэтому кого-то не привези, ты, в общем, озолотишься. Люди очень хорошо реагировали. Они были не пуганные, они были не кормлены, голодные. И все это поколение, оно как бы росло на этом. Потом стало, ну вообще пик этого всего дела пришелся на 2007 год. Это сейчас целая легенда, верните, мой 2007. Клуб и сам менялся, подстраиваясь под свою аудиторию. Если сначала в баре наливали коньяк и продавали сигары, то со временем их заменили разливное пиво и кальян. Респектабельных клиентов за столиками сменили студенты. Но сегодня большие клубные площадки нерентабельны. Чтобы получить прибыль, развлекательный комплекс площадью более тысячи квадратных метров должен принимать не менее тысячи клиентов за вечер. Но даже в выходные такое количество посетителей в огромном клубе уже не собирается. Публика устала от грохота динамиков и давки в клубах дыма. Формат уже сам себя изжил. Больших клубных площадок. Мы пришли не из-за неизбежности к этому, а с реальным осознаванием того, что есть еще у нас очень много проектов, которые нужно вкладывать в полную силу. Пришли к тому, что все-таки омская публика, как мы считаем, ей больше понятен и приятен формат. Это не клуб в чистом виде, а клуб-ресторан. 16 лет – это целая эпоха в клубной индустрии. В крупных городах, например, в Москве таких заведений долгожителей немного. Средний срок работы ночного клуба в столице – 3-4 года. Потом его либо перепродают, либо открывают в другом формате. Клубные форматы во всем мире имеют определенную цикличность. То есть есть, когда они во всем мире на подъеме, есть, когда у них спад. Ну вот и было заявлено, что сейчас общая тема находится в самом низу, на спаде. То есть какое-то время этот формат опять, может быть, маленько в другом виде, он бы снова востребован. Впрочем, в мире известны и феноменальные случаи. Так в культовом болгарском Ялта-клаб с полувековой историей молодежь знакомили с электронной музыкой. Среди динозавров клубного бизнеса – ночные заведения Ибицы, самые известные из которых открылись еще в 70-х годах прошлого века. Эксперты считают, что деньги в заведения с раскрученными именами несут туристы. А российским шоуменам приходится развлекать одну и ту же, хоть и не избалованную публику. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко и Александр Лысак. Омск здесь. Почему за домашнее насилие теперь не сажают, расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Субтитры создавал DimaTorzok H.P.I.P. Город звучит Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это Омск здесь. Мы продолжаем. Домашних тиранов больше не станут сажать в тюрьму, но во всяком случае в первый раз. В России законодательно пересмотрели подход к наказанию за подобное насилие. Речь о статье по бою. Пометку «В отношении близких лиц» решено убрать. И рукоприкладство, совершенное впервые из уголовного преступления, за которое раньше давали два года тюрьмы, становится административным. А это просто штраф. Как считают инициаторы поправок, это справедливее. Документ депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении. Впрочем, домашнее насилие, к сожалению, редко ограничивается шлепками и подзатыльниками. И чаще всего мужья избивают жен. А в Омске для женщин, попавших в подобную или другую сложную ситуацию, открыли первый в городе приют. Трехкомнатную квартиру, купленную благотворителями, общественная организация «Нечаянная радость» переделала в небольшое общежитие на пять семей. Сейчас постоялеца тут всего одна. Это девушка Анна. Она беременна. Отец Анны убил ее мать, а сама девушка из-за сильнейшего стресса стала инвалидом. А в итоге попала в еще одну неприятную ситуацию. О том, как непросто бывает вернуть человека к нормальной жизни, нам рассказала куратор Анны. Она получает пенсию. Пенсия у нее 13 800. Она списалась по интернету с каким-то заключенным. В результате заключенные, ну, каким-то таким методом, вынудили ее взять кредит. Она взяла кредит и кредитную карту, средства сняла и отдала им туда. Теперь она рассчитывает со своей этой несчастной пенсией вот за эти кредиты. На этой неделе председатель счетной палаты России Татьяна Голикова предложила людям с ограниченными возможностями здоровья самим оценить качество их жизни. Опрос должен помочь понять, доступны ли этим категориям социальные объекты и различные услуги. Итоги подведут в конце года. Впрочем, уже сейчас ясно, некоторые государственные проекты для инвалидов точно нужно менять. Так, например, эксперимент по совместному обучению обычных детей ребят с ограниченными возможностями не удался. Особенные школьники оказались выключены из учебного процесса. Инклюзив оказался неполноценным. С какими проблемами столкнулись дети, их родители и педагоги, расскажет Юлия Боброва. У тебя какие предметы любимые? Что тебе нравится? Мне нравится все. Письмо, математика, чтение, география, ПТО, СБО. У меня пятерки и четверки. Сейчас уже сложно поверить, что 12-летний Семен еще недавно с трудом говорил и не мог читать даже по слогам. У мальчика задержка речевого развития. С такой проблемой он пришел в коррекционную школу из общеобразовательной. Как считают близкие, напрасно потерял два года. Учитель, конечно, в душе и вообще, и в делах был против того, что мы пришли. Нам в первую четверть, ну, никому не нужен проблемный ребенок. Нужно, чтобы все были с большими, с хорошими способностями. Домашняя работа у нас была на пять, а классная у нас была на три, на два. Я даже просила, я буду, мы будем платить, может быть, дополнительные какие-то занятия с ним, все. Получали отказ. Таких историй в Сибири десятки, несмотря на то, что с первого сентября школы обязали принимать в начальные классы ребят с особенностями развития. Только вот учить их готовы не все. Я пришла к директору, она говорит, вы понимаете, это у нас тоже первый ребенок, мы тоже боимся, тоже мы не знаем. Леонид был, по сути, первый ребенок в той школе. Мне нужно было быть более настойчивой, чтобы школа составила ему индивидуальную программу, да, обучение, остаться там. В школе могут построить пандусы, установить поручни в уборных, но этого мало. Не все учителя готовы к работе с особенным ребенком. Согласно профессионального стандарта, который с 1 января 2018 года, профессиональный стандарт для педагогов, должны этом уметь все педагоги. Вопрос в том, что их никогда этому не учили, и сейчас администрация и руководители образовательных организаций вынуждены направлять своих педагогов на повышение квалификации, профессиональную переподготовку. Многие учреждения боятся этого пока стандарта. Облегчить работу педагогов могли быть юторы, люди, которые сопровождают ребят с ограниченными возможностями здоровья. Но таких специалистов мало, говорят эксперты. Поэтому дети предоставлены сами себе, нередко их обижают одноклассники. Говорят, что дети в школе жестокие. На самом деле, кто их сделал такими? У нас нет инклюзии. Ну, нет ее. У нас есть интеграция, когда ребенка привели на мероприятие, там, допустим, даже в ту же школу, на отдельный урок, и увели. Но исключения есть. В этом классе к доске приставляют специальную лестницу. Только так второклассница Лиза может дотянуться до строки. На ее маленький рост здесь давно не обращают внимания. Нет какого-то разграничения, что она с ограниченными возможностями, скажем так, особый ребенок и дети здоровые. Отношения. Если даже бывают какие-то, ну, это в любом обществе бывает, то очень внимательные педагоги это, ну, скажем так, рубят на корню. А в этой школе учителя разрешают ходить во время урока. Такое исключение сделали для ребят-аутистов. Ну, это дети. Ну, вот такие они. Ну, это дети такие. Ну, вы хотите сказать, что с детьми одаренными легче? Ой-ой-ой. Но к такому настоящему включению особых детей в учебу эти школы шли с трудом и не один год. Эксперты считают, о полноценном инклюзивном образовании в России говорить рано. В идеале ребенок с ограниченными возможностями сначала ходит в обычный детский сад, а потом и в обычную школу. Обязательно с теми же детьми и под присмотром подготовленных педагогов. Юлия Баврова, Артак Мурадян, Сергей Степанишин. Омск. Здесь. Омские школы начали закрывать на карантин. В одной из них занятия уже отменили на неделю. В трех других не учатся несколько классов. По данным Роспотребнадзора, в десяти районных областей уже превышен эпидемический порог по гриппу ОРВИ. Если ситуация не изменится, карантин могут ввести на все территории региона. Какие учреждения еще могут закрыть в ближайшее время? Чем этот грипп отличается от того, которым, скажем, мы болели в прошлом году? И можно ли как-то себя обезопасить? Вот об этом мы и поговорим с заместителем министра здравоохранения Омской области Марины Костенко. Марина Борисовна, здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Марина Борисовна, давайте по порядку. Разве мифы, а может быть наоборот. Этот грипп, грипп в этом году отличается чем-то от того, которым болели в прошлом году? Как-то по-другому лечится? Сложнее ли он? Особенность течения мы посмотрим по исходу периода. Потому что он зашел впервые, допустим, в один из вариантов, впервые на территорию за последние 20 лет. Вот что можно сказать в целом, чтобы все, наверное, наши мечи понимали? Грипп вообще-то серьезное заболевание. Серьезное. И не самолечение, понимаете, не советом другим, не то, что я выпью что-то и не буду обращаться в медицинскую помощь. Это опасно для здоровья и для жизни. Потому что есть случаи, когда пациенты начинают принимать антибиотики. При вирусной инфекции. Сами по себе. Это хорошо, что у нас сейчас рецептурный отпуск, и все это строго. Но, тем не менее, какие-то варианты находят, где-то осталось, где-то что-то, как-то кому-то обращаются. Антибиотики еще больше снижают защиту. Даже доктор с первого раза, допустим, не в 100% случаев, может однозначно сказать, вот это все, и три дня лежи дома, и будь. И все будет у тебя хорошо. Поэтому говорят, будет хуже что-то, обращайтесь заново. И не надо стесняться этого, не надо стесняться авторного вызова в течение суток. Если говорить в целом об эпид-обстановке, как ее оцените? На территории Омской области три варианта уже существуют. Это грипп B. Один случай – H1N1, то, что называли свинным гриппом. И остальные случаи – это H3N2. Вот этот новый, который все называют гонконгским. На сегодняшний день в стационарах с пневмонией во всей Омской области лежит 260 человек. Есть у пациентов, которые уже не один день в реанимации, под контролем. Так вот, все, кто туда попал, из-за анамнеза, вот, значит, история развития заболевания, и вопрос, а прививались вы или нет, они все непривиты. Извечный спор, а надо ли? А не вредно ли наоборот? Да, да. Однозначно надо, сама прививаю, всю свою семью прививаю. Это позволяет… Вот кратко и доступно. Почему надо? Потому что, вот, по роду даже своей профессии, я постоянно контактирую, да? Что дает прививка? Риски заболеть и получить осложнение значительно меньше. Как, пример, был случай, когда по… Бывают же и отводы, да, и противопоказания, когда была простудная ситуация, и был отвод, один раз не привелась, был H1N1 с реанимацией. Чтобы говорить о карантинных мероприятиях, то есть такой критерий. Количество заболевших должно превысить 100 на 10 тысяч населения. Сейчас ситуация отслеживается. Может быть, это будет принято решение в понедельник, может быть, во вторник. То, что карантинные ограничители мероприятия должны быть введены, скорее всего, да, это будет. Что является основанием в конкретном учреждении? Что нужно для того, чтобы школу закрыть на карантин? Количество заболевших должно… Да. Сколько в школе? Количество заболевших превышает 20%. Если будет ситуация, когда заболеваемость вот острыми респираторно-вирусными инфекциями превысит тот порог, который сказано, то будут везде введены карантинные мероприятия. Когда пик спадет или когда мы сможем, ну, грубо говоря, выдохнуть? Планируется, что ко второй половине февраля уже пик опасности спадет. Спасибо большое, Марина Борисовна, что нашли время, что пришли к нам в студию и ответили на эти вопросы, которые, на мой взгляд, интересовали очень многих. А мы продолжаем программу. Продолжаем выпуск. Пенсионный возраст в нашей стране в этом году точно не повысят, заверил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он также заявил, цитирую, «безработица в этом году расти не будет, скорее всего она будет колебаться в рамках показателей 2016 года». Между тем, третья МЧС, согласно проведенному опросу, боятся, что в наступившем году не смогут найти новую работу. При этом каждый пятый рассказал, что его зарплата в прошлом году выросла в то время, как практически каждый второй житель города, наоборот, стал получать меньше. Как выжить, упав с пятого этажа или заблудившись зимой в тайге? Непридуманные истории расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова РАДИО СИБИРЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 1,5% от числа всех жителей Омска. К слову, по данным исследований, проведенных в прошлом году, почти половина мечей заявили, что интересуются православной культурой и верой. Впрочем, без ЧП на крещение все же не обошлось. Неподалеку от Ачиирского монастыря загорелась иномарка. Женщина с детьми ехала на крещенскую службу. К счастью, никто не пострадал. Про такие случаи обычно говорят «повезло», а иногда везет, что называется, по-крупному. Мой коллега Дмитрий Куканас пообщался с теми, кого смело можно назвать счастливчиками. Сейчас поймете почему. За неубранные сугробы коммунальщиков не ругает только ленивый. Но есть как минимум один человек, который скажет им большое спасибо за то, например, что чистят снег возле подъездов, но не убирают его вокруг всего дома. Благодаря именно такой подушке безопасности Дмитрий Косицын сейчас идет на поправку. И это после падения с крыши пятиэтажки. Когда он ремонтировал старую кровлю, одна из досок утянула за собой. Гвоздь зацепился за рукавицу. Почему рабочим не выдали страховочные пояса, теперь будет разбираться трудовая инспекция. А вот лечащие врачи Дмитрия удивлены и рады, что не пришлось, как говорят в таких случаях, собирать пациента по кусочкам. Можно сказать, что повезло человеку, потому что основная, большая часть пострадавших с катотравмой, то есть это падение с высоты, имеют обширные множественные скелетные травмы, повреждения, которые нередко заканчиваются фатально. А у него только перелом бедра и синяки на руках. Все произошло за секунды, вспоминает Дмитрий. Испугаться не успел, зато успел сгруппироваться. Говорит, судьба уже не в первый раз оберегает его. Несколько лет назад он остался жив после серьезной аварии. Но фортуна благосклонна не во всем, например, в азартных играх. Вот эти вот моменты мне не везет, потому что были игровые автоматы раньше, играл, заходил и вот как-то на деньги не везет. Больше везет на встречу с хорошими людьми в жизни. То есть я людям помогаю, и в ответ мне такие же действия. Под счастливой звездой родился и Аскар Смогулов. Полтора года назад уличная драка для него закончилась страшной травмой. Десяти сантиметровое лезвие кухонного ножа прошло через глазницу и вышло в небо. Друг вызвал скорую и не давал ему потерять сознание. Первым делом я вообще подумал, что у меня что-то об голову разбили, потому что неприятный такой треск был. Но потом, когда я уже руками потрогал, я понял, что уже это остреё ножа, то есть торчит у меня из глаза. Аскару повезло дважды. Его успешно прооперировали в обычной больнице. Опытный хирург помог ему даже без специальных инструментов. Выдергивал лезвие обычными плоскогубцами, а тончайшими нитками, которые даже увидеть нельзя, зашивал глаз, что называется, на ощупь. Аскару сохранили зрение. Ещё пара миллиметров, и нож повредил бы мозг. Тогда последствия были бы вовсе непредсказуемые. Как правило, все инородные тела, которые попадают в глаз, они в небольших размерах. Мы их обычно 2-3 миллиметра удаляем. А тут такое большое инородное тело. Действительно, это очень необычное ранение. И нами подготовлена статья, которая будет в сборнике трудов Всероссийской конференции с международным участием. Возможно, когда-нибудь опишет свой неудачный поход за шишками и житель Устишима Андрей Хакимов. Молодой человек заблудился и 4 дня бродил по тайге. Все эти чудесные спасения объединяет одно. Люди не паниковали и не сдавались. И пускай кто-то называет их просто счастливчиками. Дмитрий Куканас, Александр Руяткин, Артак Мурадян, Евгений Слепов и Сергей Степанишин. Омск здесь. Пусть и вам обязательно везет. Удачи и до встречи через неделю.